Пустой двор и ни о чем не подозревающие прохожие. Сегодня очипы на Ванцете напоминают лишь следы крови на траве. Именно здесь происходили страшные события субботнего вечера. О них нам рассказала местная жительница, которая пожелала остаться просто Ларисой. Это было в 18 часов, в 6 часов вечера это было. Ко мне прибежал ребенок, весь колотится, соседский ребенок. Покусали ребенка, ну и они начали рассказывать, кого покусали. Покусала собака, выбежала с той стороны, прибежала мама. Начали ребенка отбивать от собаки, покусала и маму собака. Потом мужчина подошел, начал всех уже спасать, и ребенка, и маму, покусала и мужчину. Следующей в страшной череде собачьей расправы над людьми стала Надежда Науменко. С ней нам удалось пообщаться в больнице. Женщина в красках рассказала о встрече с обезумевшим зверем. Стоял ребенок лет 6, мальчик. И молодой парень держал собачью пасть. Она затянула ребенка полностью, руку заглотила в свою пасть. Он держал зубами руки, чтобы расщепить челюсть. Я обратила внимание, у нее челюсть была вся в зеленке. Когда она отпустила челюсть свою, я повернулась, чтобы идти. Я думала, она убежит. Она ухватилась за мою ногу. И мне такое чувство было, что как будто меня капканом зацепили. Из острых тисков освободить ногу помогли мужчины, проходящие мимо. Женщина с окровавленной раной ползком добиралась к общежитию. В это время собака выбрала новую жертву. Бросилась к молодой паре с коляской и схватила девушку за ногу. Ранее сообщалось, что происходящее заметил проезжающий мимо водитель и поставил точку в ужасе спального района. Однако свекровь последней жертве расставила все точки над «и». Сын мой был с женой и с ребенком. Жену покусала собака, она лежит в больнице. Водитель проезжал мимо и дал ему монтировку. Данкрат. Данкрат. И уже сын смог защитить свою супругу, получается, да? Да. Я вас поняла. Сына и ребенка собака тронула? Нет. Собаку удалось обездвижить лишь с третьего удара. За 45 минут животное искусало 6 человек. Все они были доставлены в отделение гнойной хирургии больницы имени Марзона. У всех пациентов укушены раны верхних и нижних конечностей. Состояние сейчас на данном этапе их средней степени тяжести. Жизнь и здоровье ничего не угрожают. Как долго они еще будут? По большому счету все зависит от работы санитарной службы, от центра гигиены и эпидемиологии, который будет устанавливать, болело ли животное вирусом бешенства. Во время нашего опроса свидетелей в окрестностях общежития парень поименевого признался. Он знает хозяина собаки. Два года назад он сам стал жертвой его питомцев. Нам удалось отправиться на место и устроить очную ставку мужчин. Наглядно знаком. Наглядно знаком, да? Он же говорил, что его дворняки какие-то покусали. Ну вас покусали тогда, свидетелей полно было. Чего ты не заявил тогда, если мои покусали? Вот, ерунду какую-то говоришь, не знает что. Заводчик признался, он 24 года воспитывает собак бойцовской породы. Сегодня его подопечные метисы. Для животных соорудил отдельные вольеры с несколькими запирающими устройствами. В арсенале надежные поводки, намордники и справки от ветеринара. Одна дверь, вторая дверь, третья дверь, правильно, чтобы сюда к ней попасть. Вот еще два вольера. Вот, 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 посмотрите. Вот, но там собак нет. Вот, вот, тоже, все перекрыто снизу, все, не под гребти, ничего. Тут выскочить собаки невозможно. Леонид утверждает, покусанные местные жители не дело зубов его собаки. Ведь за последние несколько дней количество его питомцев не уменьшилось. Но пока этот факт не подтвержден. Ведется проверка. Следователем назначены экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений. На данный момент труп собаки находится в морге для последующего ветеринарного исследования. Бобруйский межрайонный отдел по данному факту проводит проверку. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление личности хозяина собаки, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию.